8 декабря в Сеуле прошла акция протеста против соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и США. На привокзальной площади столицы собралось около 2000 южнокорейских фермеров. В знак несогласия они выкрикивали лозунги и жгли рисовое чучело. Протестующие уверены, что отмена торговых пошлин между США и Южной Кореей принесёт убытки сельхозпроизводителям, а также скотоводам в их стране. «С прошлого лета мы терпим убытки из-за низкой цены на рис. Правительство должно решить проблему и аннулировать соглашение о свободной торговле, которое оно заключило с США». Договор о беспошлиной торговле между Южной Кореей и США был подписан ещё в 2007 году. Однако ратифицировали его только спустя три года из-за отсутствия договорённости в автомобильно- и местной отраслях. Фермеры Южной Кореи также призывают правительство передать в Северную Корею излишек урожая риса. По оценкам экспертов, в этом году на юге страны он составит более миллиона тонн. Сельхозпроизводители считают, что отправка некоторого количества злака на север способствовала бы росту цен на этот продукт. Однако правительство Южной Кореи не спешит передавать гуманитарную помощь соседу. В первую очередь это обусловлено недавней бомбёжкой Южнокорейского острова со стороны КНДР. Ещё одна причина – власти Южной Кореи говорят, что не уверены в том, что помощь доставят тем, кто наиболее в ней нуждается.